Зачем врать, когда этой необходимости нет? Зачем ты это делаешь? Ты просто выставляешь себя на посмешище. Опровергнуть эту ложь было очень легко, и от этого она выглядит очень смешно. Ты выглядишь смешно. Больше так не делай. Я хочу вам показать, как появляются истории подобные. Разогнал полторы тысячи муджаэтов. Поехал один на такси, вторгся в мочилис наших муджаэтов, взял оттуда нужного человека, привез его. В общем, как появляются подобные истории о мужестве и отваге Рамзана Кадырова. Мы с вами стали свидетелями появления одной из таких историй. Она произошла буквально сейчас, но многие ее не заметили, не обратили внимания на высказывания Кадырова. На том недавнем совещании, на котором Кадыров подверг жесткой критике некоторых ингушских деятелей, он высказал там кое-что, на что не обратили внимания. Давайте послушаем эти его слова. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь Кадыров говорит, что он дважды вообще был в Ингушетии и первый раз он поехал туда, взяв с собой одного товарища. То есть они вдвоем туда поехали. И указывает на своего друга Абузаида Весмурадова по прозвищу Патриот, более известного. Якобы они с Патриотом вдвоем поехали в Ингушетию на разборки. И здесь он говорит о своей поездке в село Сурхахи к Мухаджиру Нальгиеву. После высказываний на митинге Мухаджира Нальгиева Кадыров поехал к нему домой, взял тогда посредники Ибрагима Белхароева, ныне покойного. И они вместе тогда встретились с Мухаджиром Нальгиевым, после этого пошли на Зияра, на могилу этого Белхароева султана, потом пошли в мечеть имени Баталхаджи и Белхароева там помолились. Кадыров обратился к прихожанам этой мечети и они тогда уехали. Так вот, самое интересное, что эта поездка, она тогда активно освещалась на канале ЧКТРК «Грязный». Может быть, Кадыров забыл об этом или как-то целенаправленно решил исказить этот момент, пропустить его, я не знаю. Но я, разумеется, поднял эти кадры и давайте сейчас все вместе посмотрим эти кадры для начала, а потом уже их разберем. Ну, во-первых, здесь сразу же глаза бросаются. Это Магомед Иудов, который сопровожает его в этой поездке. Даже одного этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть слова Кадырова про то, что он туда поехал с одним товарищем, с Бузайдом Весмурадовым. Но я хочу, чтобы мы с вами еще более детальнее изучили этот видеоролик. Сейчас я вам покажу еще раз эти же кадры, а вы обратите внимание на человека, который идет позади Магомеда Иудова через левое плечо Магомеда Иудова. Сейчас все смотрим внимательно. Вот смотрите. Вот сзади мы видим Абузаида Весмурадова, вот идет Иудов, а вот смотрите, через левое плечо человек, который по рации что-то говорит. Этот говорящий по рации никто иной, как личный охранник Кадырова, Тимирхан Эдилов. Вот как выглядит этот человек. Он постоянно сопровождает Кадырова, является его личным телохранителем. Вы можете видеть его на различных видео или фото, материалах, связанных с Кадыровым. Также на этом видео я заметил еще одного человека, вот этого парня. Я сразу же узнал этого человека. Это является никто иной. А Алихан Цакаев по прозвищу Гром. Это бывший командир ОМОНа, а ныне руководитель республиканского МЧС. Также на этих видеокадрах я заметил вот этого человека. Это тоже никто иной, а личный инстаграмщик Кадырова, его фамилия Даудов. Я забыл, как его зовут. Он ведет страницу Кадырова, я помощник РАА в инстаграм. Тоже часто мелькает на различных встречах Кадырова. А после вот этой критики Кадырова в адрес Ингушей, он даже записал тоже ролик с критикой этого приехавшего, обнимавшегося с Кадыровым человека по фамилии Хадзиев. То есть это тоже известная личность. Итак, просто по вот этим кадрам мы с вами насчитали Абузейда Весмурадова, раз. Магомеда Иудова, два. Темирхана Эдилова, три. Алихана Цакаева, четыре. И вот этого Даудова. Пять человек. Плюс съемки, которые ведутся на этой встрече, их ведут минимум с трех камер. То есть мы можем как минимум еще трех операторов прибавить к этим пяти людям. Это ведь тоже люди из пресс-службы Кадырова, люди, которые постоянно сопровождают Кадырова. Итого восемь. И я сейчас даже не говорю о той охране Кадырова, многочисленной, которая находится за кадром, к которой по рации обращается вот этот Темирхан Эдилов. Он ведь с кем-то разговаривает, дает какие-то указания по рации. То есть мы сейчас даже не будем об этих людях ничего говорить. Для того, чтобы опровергнуть эту ложь Кадырова, что он туда поехал с одним товарищем, нам достаточно вот этого материала. И нам достаточно этих восьми человек. Просто, чтобы опровергнуть эту ложь. Вот так и делаются истории о отваге, смелости Кадырова. Именно так появляются истории про полторы тысячи муджаидов и все остальное. Про какие-то бои там с автоматическими подствольниками. Вот так это все появляется. Кадыров настолько забывается в собственной лжи или настолько он не стыдится, что он даже не обращает внимания на наличие доказательств, свидетельствующих против него. Причем доказательства, которые опубликованы его же каналом. И самое смешное в этом, Кадыров, это то, что у тебя не было нужды врать об этом, о том, что ты сам туда поехал. Ну, никто тебя не осудит и не осуждает за то, что ты поехал в Ингушетию с охраной. Ну, ты как бы российский чиновник, ты глава российского субъекта, тебе положена охрана. И понятно, что когда ты едешь куда-то, тем более едешь там на разборке, да, условно говоря, понятно, что ты должен заботиться о своей безопасности. И то, что ты едешь туда с товарищами, которые тебя в какой-то момент там смогут защитить в случае необходимости, это абсолютно оправданные меры безопасности. Тебя за это никто не осуждает. Даже я, когда куда-то еду на какие-то мероприятия, на какие-то встречи, даже я беру с собой товарищей. Это нормально. Так и должен поступать человек. С тобой должны быть рядом люди, твои товарищи, которые в необходимый момент смогут как-то оказать тебе поддержку и помощь. То есть, вот этой вот нужды в этой лжи вообще не было. И не является признаком твоей трусости, то, что ты туда поехал со своими товарищами, с своей охраной. Это не признак твоей трусости. Тебя из-за этого, тебя никто не обвиняет в трусости. Тебя обвиняют в трусости по другим моментам, по другим причинам, свидетельствующим о твоей трусости. Тебя в трусости обвиняют за то, что ты не смог, например, с Бадиком Ямадаевым при встрече высказать ему все то, что ты уже заочно высказывал и высказываешь. Вот эти моменты, они говорят о том, что у тебя в нужный момент смелости не бывает. А то, что ты куда-то там, Ингушетию или куда-либо едешь со своими товарищами, или вообще на любой конфликт, на любую разборку ты приезжаешь со своими товарищами, это не признак трусости. Это нормально. Так и должен как бы поступать и мужчина, и тем более чиновник, которому есть за что опасаться. Поэтому в этой твоей лжи не было никакой необходимости. Когда ты наконец это поймешь, что вранье, ложь, она даже вот с точки зрения твоей, даже вот с этой стороны, если мы посмотрим, ты должен к ней прибегать только в случае необходимости. Зачем врать, когда этой необходимости нет? Зачем ты это делаешь? Ты просто выставляешь себя на посмешище. Опровергнуть эту ложь было очень легко, и от этого она выглядит очень смешно. Ты выглядишь смешно, Кадыров. Больше так не делай. Томсо, брат, подчинай меня. То, что Кадыров сказал, что поехал с одним товарищем, он имел в виду, что остальные ему не товарищи. Как вариант, кстати, да, может быть, остальных Кадыров не считает товарищами. Другого объяснения просто не найти. Либо он просто забыл, что с ним была целая толпа, либо он просто их не считает товарищами. Ну или третье, он просто соврал. Что наиболее очевидно. Что наиболее очевидно.